У меня в семье был прадедушка Шонген Григорий. Это дедушка моего папы. Он был на войне, вернулся с войны, но о войне никогда не рассказывал. Но зато папа у него гостить любил, прям на целое лето туда уезжал. Еще была прабабушка Зоя Жгалова. Там вообще интересная история. Когда началась война, она жила в селе Легостаево, и она добровольно со своими подружками отправилась на фронт. Но их благо там подловил какой-то офицер, и он им сказал, здесь сил не хватает, а вы едете на фронт. И их оставили в Новосибирске работать. Им дали какое-то общежитие рядом с заводом. То есть там надо было производить на войну как раз-таки всякие мины и так далее. Бабушка туда вставала в 6 утра и возвращалась за полночь. Потом, когда отведенный на это срок закончился, она вернулась в Легостаево, и даже там помогала. Она собирала вещи, например, одежду какую-то или еду, и отправляла туда, где люди воюют. Мой прадед, Майзер Петр Павлович, прошел всю Великую Отечественную войну. Я очень рада, что в моей семье есть свои герои. Наша семья относится с глубоким уважением и благодарностью к этим людям. В первую очередь, это благодарность за то, что мы сейчас все живы. Я бы, наверное, хотела подробнее рассказать о своем прадедушке. Его зовут Тиханович Василий Филимонович. Он родился в Белоруссии, потом переехал в Новосибирскую область. Здесь же нашел мою прабабушку. Она уже была беременна, когда началась война, но дедушку призвали на фронт. Когда он вернулся, бабушка мне рассказывала, что он очень часто упоминал маршала Жукова. Он очень гордился встречей с ним. Я очень горжусь тем, что в моей семье есть люди, которые внесли свой вклад в победу. А ты его живым застала? Нет, он умер за 7 лет до моего рождения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!